Вы слушаете канал жаж.клаб. Можно ли сбить самолет из ружья? Невероятная история снайпера Арсения Ятубаева. Любой человек, который интересуется историей, особенно военной, рано или поздно приходит к вопросу, а можно ли сбить самолет из ружья? В детстве нам кажется, а что тут, собственно, такого? Если человек меткий, ружье дальнобойное, а самолет летит низко, ведь может и получиться. Но мы вырастаем, включаем логику и понимаем, что, увы, сбить самолет выстрелом из ружья можно только в художественных фильмах про войну, да и то с изрядной примесью выдумки. Но реальная жизнь и логика – это вещи порой несовместимые совсем. Вот советский снайпер Арсений Ятубаев всегда был уверен, что ему по силам сбить самолет из винтовки. Он так прямо и сказал маршалу Ворошилову, Климент Ефремович, поставленная задача, конечно, сложная, но вполне выполнимая. Снайпер сказал, снайпер сделал, однако давайте обо всем расскажем по порядку. Арсений Ятубаев родился в небогатой бурятской семье, где у него было еще 13 братьев и сестер. Пусть вас не смущает русское имя, Ятубаевы были из крещенных бурят, поэтому в детстве маленький Арсений сумел таки походить годок в церковно-приходскую школу. Правда, на этом его образование надолго оборвалось. Учиться было некогда, мальчишка постоянно работал, изо всех сил помогая своей семье. А там и гражданская война началась. Арсений воевал за красных против Колчака, проявил храбрость. После войны руководил комсомольской ячейкой у себя в Иркутской области, снова проявил героизм в 1929 году. Тогда случился конфликт на КВЖД, китайско-восточной железной дороге, на нас внезапно напали китайцы, но получили достойный отпор. И надо сказать, что уже тогда Арсений Ятубаев славился своей невероятной меткостью. Через год после инцидента на КВЖД в Забайкальский военный округ приехал с инспекцией сам Ворошилов, легендарный маршал. Ворошилов сам хорошо стрелял, а потому лично курировал в СССР стрелковое движение. Люди, занимающиеся стрельбой, прямо так и назывались – ворошиловские стрелки. Заглянул Климент Ефремович и в бурятский кавалерийский дивизион, где служил Арсений Ятубаев, как всегда, великолепно стрелял из нагана и винтовки. Маршал был просто восхищен такой меткой стрельбой и вынес Арсению личную благодарность. Этот случай оба еще вспомнят десятилетием позже. Едва началась Великая Отечественная война, Арсений Ятубаев был призван в ряды Красной армии и в сентябре 1941 года отправлен на Волховский фронт, где наши войска прикрывали города в Ленинградской области, Волхов и Тихвин. Но если вы думаете, что Ятубаева призвали на фронт как снайпера, то вы ошибаетесь. Поначалу меткий стрелок служил снабженцем. Конечно, когда были свободные минуты, Арсений брал в руки винтовку и показывал захватчикам, что зря они пришли на советскую землю. Но, несмотря на все успехи в уничтожении живой силы противника, командование в снайпера Ятубаева переводить не спешило. Сейчас причины этого неизвестны, но, возможно, потому что Арсений разговаривал на русском, что называется, через пень-колоду. Не хотело начальство принимать к сведению тот факт, что снайпер был бурятом, да к тому же имел только один класс образования. Фото, совьет дефис эйсис дефис 1 936 дефис 5 3.ру Так прошел год, а потом с Ятубаевым произошел счастливый случай. Как-то он столкнулся нос к носу со старым, знакомым, маршалом Ворошиловым. Тот узнал стрелка бурята и вспомнил его отличную стрельбу из нагана и винтовки. Надо сказать, что в тот момент маршал был в плохом настроении. Буквально час назад Ворошилов лично попытался сбить из винтовки низколетящий немецкий самолет-разведчик, выпустив в него целую обойму. Было хорошо видно, что пули кучно попали в фюзеляж, однако самолет спокойно продолжил полет. Снайпер сказал. Снайпер сделал тогда раздосадованный маршал поинтересовался у Ятубаева, мол, вообще возможно сбить таким образом самолет. Арсений подумал и ответил, что если постараться, то почему бы и нет. Ворошилова такой ответ порадовал, и он сказал, вот и докажите своим примером, что это можно сделать. Через час Арсения Ятубаева перевели в снайперы. А буквально через пару месяцев, летом 1942 года, бурятский стрелок подтвердил свои слова делом. В июне того года с разницей в четыре дня Арсений Ятубаев сбил два немецких самолета, Хейнкель-111 и Юнкерс-87. В Хейнкеле, снайпер-бурят умудрился застрелить летчика, и неуправляемая крылатая машина прост. Продолжение истории читайте на сайте jah.club